Всем привет! Ну что ж, начнем. Извиняюсь за небольшое опоздание, но я вижу, вы тоже подтягиваетесь. К слову, это ваш полный состав или вас обычно больше? В общем, это основной состав. Хорошо. Будем считать, что там остались запасные. В общем, добро пожаловать на курс инфопоиска. Это двухсеместровый курс по созданию своей поисковой машины со всеми научными и околонаучными аспектами. Сегодняшняя лекция – это обзорная лекция. Я расскажу вам про проблематику, про то, почему важно заниматься инфопоиском, про то, что из себя представляет сама проблема. Расскажу также про преподавательский состав, про то, какие лекции вас ожидают. Ну и, наверное, что должно быть интересно студентам – это про разболовку, домашние задания и так далее. Сперва о том, кто же будет преподавать ваш курс. Для техносферы, наверное, традиционным является, когда преподают курс один, ну, максимум два человека. Этот курс не такой, здесь преподавателей довольно много. Сам я, меня зовут Ян, я являюсь руководителем отдела инфраструктуры поиска GoMail.ru. Также со мной этот курс будут преподавать коллеги. Юлия Сергукова, она является ведущим преподавателем, но сегодня ее, к сожалению, болеет. Завтра вот у вас будет возможность послушать ее лекцию про спайдер. Я буду вам рассказывать про какие-то технические вещи и введение. Андрей Мурашев расскажет вам про особенности фильтрации порнографии и спама. Важная тема для поисковой машины, к слову. Евгений Чернов, он возглавляет у нас отдел предварительной обработки запросов и расскажет вам о том, как правильно делать спаллчекер, саджесты и вообще понимать, что этот запрос, например, про кино. Дмитрий Соловьев также является специалистом по рекомендательным системам и расскажет вам как про рекомендательные системы, так и про то, как с математической точки зрения правильно сделать выкачку интернета. Владимир Гулин, знакомый уже или нет по курсу машинного обучения? Нет? Ну, в общем, Володя также ведет курс машинного обучения и, собственно, в поиске он вам также расскажет о лингвистике вычислительной и о применении машинного обучения для аранжирования. Ну и Миша Плеханов расскажет вам, наконец, про сниппеты, про то, как важно правильно оформить и показать документы, представив это пользователю. Рассмотрим теперь, что же такое поиск. Первонаперво, а все знают, что у Mail.A. есть свой поиск? Конечно. А вы откуда это знаете? Вы им пользуетесь? Нет. А, ну, как минимум, мы пользуемся им, если у вас есть почтовый ящик. Отлично. И когда ты это устанавливаешь, он потом автоматически устанавливается. Да что же, Amiga всегда мелькает вслед за нашим поиском, хотя связаны они очень слабо. Но, впрочем, об этом я тоже могу рассказать. Смотрите. Да, у нас полноценный поиск. То есть этот поиск он ищет как среди веба, так и среди мультимедиа, то есть картинки, видео. Текущий поиск, он таков, что пользователь не хочет искать отдельно картинки или видео, он хочет, чтобы все вывалилось ему сразу. Поэтому по вот такому вот общему запросу у Розы он хочет видеть и картинки, и, наверное, какую-то общую информацию. Также мы ищем среди музыки, по музыкальным композициям. К слову, в этом плане наш поиск может быть удобен и для вас уникален. Потому что все музыкальные композиции на халяву, все легко скачивается. Практически как во ВКонтакте. Только ВКонтакте там иногда отрубают, мы нет. Поиск по новостям и обсуждение. В общем, у нас есть все. Немного технических деталей, так чтобы вообще заинтересовать, понять, на чем вся эта махина крутится. У нас в поиске что-то порядка трех с половиной, может быть, сейчас четырех тысяч серверов. Хранятся наши скачанные документы и вообще наши данные на вот таком вот объеме в Hadoop. Поднимите руки, а кто знает, что такое Hadoop? Отлично, уже практически все знакомы. А вы пользуетесь или читали теоретически? Если не пользуетесь, ничего страшного, будет отдельный курс по Hadoop. Я, к слову, там буду вести часть практики. Так вот, из документов, по которым происходит поиск, их 8 миллиардов. В то же время то, что хранится у нас в Hadoop, это 50 миллиардов документов. К слову, почему не одинаково? Ищем мы по 8, а храним 50. Там самые часто запрашиваемые, наверное, поиск. Прикрывающие большую часть запросов. В чем-то да, но просто часто запрашиваемые. Что такое часто запрашиваемые документы? Ну, те, которые открывают большую часть запросов пользователей. Ну, в целом, в целом ответ, пожалуй, правильный. Но по секрету скажу, что? История? То есть там какие-то версии? Прошлые версии? Нет, мы обычно их перетираем. Нам ни к чему иметь прошлые версии. Хотя сведения о них нам тоже нужны, но это не то. Наверное, да, более правильный ответ это в сторону того, что 8 миллиардов это все-таки что-то, как самый сок. Остальные же, вот эти десятки миллиардов, они нам нужны во многом для того, чтобы, во-первых, иметь возможность построить какой-то необычный тестовый индекс. Ну, а во-вторых, не все из них полезны с точки зрения контента. Вы, наверное, видели многие страницы, которые содержат в себе только отсылки к другим страницам. Это то, что обычно называется карта сайта и так далее. Они редко нужны в поиске, но сами по себе это лакомный кусок, чтобы найти остальные страницы. В поиске у нас при всем многообразии делаемых вещей не так много разработчиков, команда небольшая, 100 человек. Также 200 асессоров. Асессоры — это люди, которые оценивают качество поиска. И множество отделов. Отдел ранжирования, отдел рекомендаций. Рекомендации в последнее время довольно тесно становятся связаны с поиском. Далее я расскажу, почему. Вот. Отдел инфраструктуры. Ну, мой отдел, который делает так, чтобы все, что, условно говоря, придумает команда ранжирования, можно было бы обкатать в продакшене за разумное время. Анализ запросов. Без него мы бы и не могли знать, какой категории у нас принадлежит запрос. А также это вот те самые спеллчекеры, саджесты и так далее. То, с чем вы сталкиваетесь первым делом. Вот. Ну, и также лингвистика, вертикальные поиски. Кстати, термин вертикальный поиск знаком вообще? Вертикальными вертикалями обычно называют срез по определенному типу контента. То есть вот как если отдельно рассматривать веб, отдельный вертикаль картинок и видео, вот это и есть вертикали. Как правило, сейчас их, как я уже сказал, стараются смешать. То есть вы редко пользуетесь отдельно вкладками по поиску картинок, наверное, чаще предпочитая выдачу картинок в общей выдаче. Вот. Это то, чем занимается отдел вертикалей. Ну и также вспомогательные отделы. Без них никуда. Это отдел фронтенда, который так или иначе является первым для входа пользователей. Отдел анализа качества. Без какого-то анализа мы не можем ставить эксперименты, делать выводы об их эффективности и так далее. Немного о нашем курсе. Еще основан он вот на таком издании. Это курс Стэнфорда. Introduction to Information Retrieval. Много слайдов используется из соседних курсов. Есть русский перевод от Яндекса. По-моему, так и называется информационный поиск. И, ну, оригинальный английский вариант доступен в открытом виде, так что можете читать его. Наверняка русский вариант, он есть у вас в библиотеке. Собственно, о нашем курсе. Это будет два семестра, как я сказал, 28 лекций, множество домашних заданий, экзамен, который дает вам возможность повысить балл. И в финале, по всей видимости, общая работа, которая объединяет знания не только из инфопоиска, но еще и из смежных дисциплин. Читаем мы этот курс уже довольно давно. Больше всего он заходит студентам техносферы. Начинался, кажется, где-то с моей. То есть курс уже такой обкатанный и должно быть гладко и интересно. Упор же нашего курса, он сделан на практические занятия. То есть домашки, которые будем давать, они у вас как бы должны выстроиться в некий такой огромный, большой, но при этом свой поисковик. Ну, огромный, наверное, по масштабам того, как вы привыкли программировать, но, тем не менее, действительно большая штука. Эдакий свой мини-гугл. Собственно, кратко про домашние задания. Домашние задания имеют разные баллы. Есть домашки попроще, есть те, которые потребуют от вас дня или более программирования. Дедлайны выстроены следующим образом. Дедлайнов всего два. Это две недели на какую-то основную часть. Вы присылаете и имеете возможность от преподавателя получить фидбэк. Ну, то есть он посмотрит, скажет, что вы куда-то не туда пошли. Если же вы присылаете после этих двух недель, то фидбэка не будет, но без какого-то снижения баллов все равно ваша домашка зачтется. То есть если вы отлично сделали и без помощи преподавателя, ради бога. Как правило, почти после каждой лекции у нас будет семинар. Вообще лекции будут построены так, что полтора-два часа это теория и, соответственно, где-то час, может полтора, это семинар. Собственно, будем делать куски поисковика. Как я сказал, вот такой микро-гугл свой. Будем брать различные сайты. Чаще всего это будет Википедия. Но, в общем-то, вы это ближе увидите к домашним заданиям. Очень важно, а в блоге не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы. Думаю, мы еще создадим отдельный чат в Snapchat. В общем, вопросы и ваше взаимодействие между собой — это очень важно. Писать будем на Python. Версия 2.7 выбрана, потому что выбрана 2.7. Вроде везде по умолчанию именно он. На самом деле, для тех миниатюрных вещей, что мы будем писать, производительности Python вполне себе хватает. Ну и, кроме того, с ним не должно быть каких-то сложностей, которые бы возникли при написании продакшн-кода на C++. Промерка двашних заданий производится автоматически. Как правило, это какой-то робот, который сверяет, насколько либо близко вы дошли до результата, либо просто сверяет один в один, как в случае, например, домашки про були в поиск. Будет также дополнительная проверка финальная. То есть уже после того, как вы выслали все, и робот вам сказал, что да, вы, например, выбрали 35 баллов из 35, вы посылаете это еще один раз контрольно. Ну, в общем-то, об этом будет сказано дополнительно перед каждой домашкой. Сразу скажу, что при обнаружении плагиата за эту домашку вам ставится ноль без возможности пересдачивать. Так что плагиат мы умеем хорошо детектировать. Что такое плагиат? Когда ты списал у другого. То есть, допустим, есть алгоритм в интернете, взял, скопировал с Вики. Не получится здесь. Для этого курса нет алгоритма в интернете. Может, всегда вход, если будет где-то, его на питоне, он уж не писает. Нет, ну, тут не соглашусь. Ну, во-первых, плагиат. Вообще, для этого система автоматически есть, если мы одной из них пользуемся. Но, как правило, домашка не будет на уровне. Возможно, это следует просто из какого-то опыта. То есть у вас, я так понимаю, на каких-то других предметах, типа программирования на C++, была необходимость закодировать что-то. И у всех, наверное, это что-то выглядело одинаково. Ну, я так, наверное, попал, да? Смотрите, здесь будет не так. Вариаций того, как сделать ту или иную реализацию, их будет очень много. Поэтому плагиат мы заметим и все-таки заметим, я думаю, безошибочно. Так вот, 12 домашек. Лишь две первых из них являются обязательными. Ну, конечно, я же рекомендую делать все, как всегда. Разболовка. Вот, впрочем, вы это можете видеть и в таблице. Вам необходимо набрать минимум, это 50 баллов. Собственно, по-моему, отличное здание, сдача первых двух домашек уже вам эти 50 баллов дает. Вот, экзамен же позволяет поднять итоговую оценку. То есть вот это мы нормируем на 3, 4, 5, да? Экзамен же позволяет вам получить с четверки пятерку. Если вы там все хорошо отвечаете. Экзамен опциональный. Если у вас там уже пятерка, вам, наверное, не надо идти. И может вас устроит четверка, зачем идти и готовиться. И еще раз повторю, задавайте вопросы, пытайте в блогах и так далее. Ровно на этом они и сосны. Может быть, прямо сейчас есть какой-то вопрос? Отлично. Тогда пойдем в формальное определение. Что же такое информационный поиск? А информационный поиск, если вот открыть определение там в Википедии или вообще формально, выглядит вот так. То есть это поиск информации, какой-то неупорядоченной структуры, вот, которая удовлетворяет потребностям, каким-то нуждам человека. Давайте рассмотрим те примеры, которые так или иначе являются поиском, к которым вы, наверное, привыкли, используя Linux, Mac и так далее. Вот греб, да, команда линуксовая. Она является информационным поиском. Давайте обратим внимание. Поиск информации в бесструктурной природе. Греб берет на вход байты, которые надо найти, и ищет их тоже в байтах. Любое отклонение введенных байт от, собственно, текста, все, не смачится. Соответственно, все довольно строго. Греб точно не является информационным поиском. Find. Вот утилита Find. Все пользуются? Подпайты, все им стали файлы ищить. Структура, файловая система. Правильно. Она аналогично греб просто ищет среди имен файлов. Аналогично любое отклонение. Вы там можете задать, конечно, очень гибкий шаблон, но тем не менее ваш файл или каталог должен попадать под этот шаблон, иначе никак. С SQL аналогично. Там, конечно, уже более богатый язык. Там SQL в базовом виде все знают, но тем не менее это тоже очень строгий язык. А вот дальше уже начинается такой барьер. Вот запросы в багтрекере. Все знают, что такое багтрекер? Ну вот слова, скажем, Jira или Bugzilla. Это системы, куда пользователи программ складывают ошибки, с которыми они встретились. Другие пользователи им говорят, что да, вот ты на самом деле неправильно используешь или действительно подтверждают баг, разработчики это фиксят и так далее. Это называется багтрекер. Обычно это, у нас в компании, например, используется Jira для такого, вообще как для задач. И это на самом деле тот пограничный момент, где начинается уже система информационного поиска. Несмотря на то, что под капотом у Jira все та же структурированная SQL-база, какой-нибудь MySQL, тем не менее она пытается проводить матчинг как можно более свободной формы. У поставленной вами ошибки в конце концов есть какое-то длинное, довольно мутное описание. Ну, согласитесь, вы часто описываете, описывая ошибку, пишете как-то вот в совершенно произвольном образе, нет какого-то формального стандарта. А вот эти вот системы, они позволяют искать в том числе как-то примерно совпадающие, то есть уже такой перекос, переход в информационный поиск. Поиск по микроблогам, ну, совершенно точно тоже является примером инфопоиска, твиттер и прочее сообщение, пускай и короткие, но поиск по ним всегда по какой-то похожести идет. Это уже не греб. Ну, дальше это уже совершенно известные вам поиск по изображению и музыке. Точно так же это информационный поиск. Ну, и веб-поиск как уже общий какой-то пример. Забавная иллюстрация вообще соотношения. Поиск структурированной и не структурированной информации. Вот в 96-м году, вот если рассмотреть объем не структурированной информации, да, синий, он, конечно, всегда был больше. Но забавная вещь, в 96-м году у нас доля рынка, да, в которой, ну, собственно, средств для работы со структурированной информацией была огромна. Это были годы, когда, скажем, правила компании Oracle, то есть все вот эти вот базы данных и так далее, отлично. На фоне них работа с не структурированными данными считалась совершенно неприбыльной вещью. То есть интернет уже был тогда, но поиском всерьез никто не занимался, скорее так, на академических началах. 2006 год – это первый год такого переломного периода. Если посмотреть на доли рынка, занимательная вещь, но здесь не структурированная информация, да, по какой-то прибыльности работы с ней уже начала превышать информацию структурированную. Это такой год перехода, это, собственно, внедрение рекламы гуглом и так далее. Ну и, как видим, конечно же, количество не структурированной информации выросло. То есть ее разница, все больше растет разница. Собственно, если говорить про наш, про текущие годы, то эти графики и вовсе уходят в космос. То есть на сегодняшний день работа со структурированной информацией не считается чем-то таким полезным и очень доходным. На самом деле информационный поиск – забавная вещь, но его можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, информационный поиск – это наука. Это, безусловно, математические модели, которые применяются в ранжировании, в анализах запроса. Это также какая-то статистика по запросам теории вероятностей, вычислительная лингвистика, то есть понимание того, что именно вы ввели, как это соотносится с документом и так далее. То есть, с одной стороны, это такие большие научные труды, которые ведутся в научных организациях, и тем не менее они довольно слабо, как правило, применимы к информационному поиску на больших объемах данных. То есть многие из алгоритмов, описываемых в научных статьях, они интересны, но применить в лоб то, что там написано к объемам информации в 8 миллиардов документов, да, и вот в 15 петабайт, не получится. Поэтому во многом поиск составляет из себя техническую задачу. Это сложность в объеме, сложность в объеме и данных, и кода. И поэтому работать так, чтобы вместить это все в голове, считается, что возможно только вот с помощью, я думаю, известного вам принципа КИС. Собственно, во многом поиск состоит из каких-то, что ли, хаков и подгонов, таких, чтобы то, что написано в научных статьях, действительно бы заработало на гигантских объемах. Вот. В этом, к слову, особенная, особая ценность нашего курса в том, что мы здесь будем рассказывать именно про, не только про научную составляющую, но также вот про то, как эту науку реально применить к огромным объемам. Как правило, этот факт вы нигде не найдете. То есть нет какого-то описания о том, как же сделать свой удачный, успешный и быстрый поисковик. То есть, как правило, вы находите много скучных научных статей, из которых совершенно не следует, как это реально применить. А у нас же курс с такой большей направленностью на практику. Собственно, прежде чем нам работать вообще с информационным поиском, нам нужно какую-то модель ввести. С чем мы будем работать? Корпус. Как правило, мы работаем с неким фиксированным набором документов. В моем примере это вот те самые 8 миллиардов документов. Наша цель – это найти наиболее релевантные из них. Релевантные, а именно больше удовлетворяющие информационным потребностям пользователя. Об этом чуть момент. Собственно, это те, которые помогают ему решить задачу. Для пользователя, наверное, критерий релевантности всегда простой. Помогает документ или не помогает. Вот. Можно рассмотреть это на таком простом примере. Есть у некого Пети задача такая – попасть в клуб Рай. Ну, ему там знакомый рассказал, там отличный ночной клуб. И он думает, вот, хочу туда попасть. Далее, как правило, Петя формирует эту информационную потребность у себя в голове. Чтобы попасть туда, наверное, нужно знать, куда пойти. Да? Местоположение клуба. Далее же, так как Пете нужно взаимодействовать с поисковой системой, ему нужно это сформулировать. И первоначально вот в голове он формулирует это так. Где же находится клуб Рай? Но когда Петя доходит уже до строки ввода, как правило, Петя вводит очень коротко запрос. Рай. Ну, всем кажется, что поисковик нас понимает. Вот. Поэтому, ну, я думаю, многие из вас тоже с такой ситуацией сталкивались. И сами понимали, что, а как бы он догадался. Видимо, Петя здесь видит совершенно не те результаты, которые он ожидал. Возможно, там будет что-то о религии, там, может, какие-то картинки, там, иконы. Вот. В общем, Петя идет, изучает результаты, понимает не то, переформулирует и повторяет это вновь. Забавный момент в этой модели, на самом деле, заключается в том, что информационная потребность и вообще задача у Пети не поменялась. Он просто по-другому пытается это переформулировать. Вот. С какими же сложностями вообще таким образом поиск сталкивается? Первая сложность – это лингвистическая. Первое, что к нам приходит, это запрос. А что же именно в нем написано? Из запроса, даже если мы точно разобрали все это по частям речи и так далее, все равно не всегда понятно, что же именно хотел пользователь. Ну, например, как в предыдущем примере. Статистика. К слову, без статистики современным поисковым машинам не обойтись. Всегда найдутся документы, которые не очень понятно, почему должны быть релевантны, но во многом они релевантны лишь потому, что на них уже кликают пользователи. Значит, так и надо. Не надо думать, почему есть эта связь. Статистика – это достаточный момент здесь. Другое дело, что к статистике нужно подходить с умом, иначе можно накомендовать не того. Машинное обучение. Я так понимаю, вы уже прошли курс первый по машинному обучению, да, понимаете, что такое факторы и сам процесс машинного обучения. Так вот, мы имеем здесь дело в ходе информационного поиска с огромным количеством факторов, это тысячи и десятки тысяч. Естественно, с этим нужно и быстро работать, и быстро обучаться. Также большие объемы данных. Ну, как я сказал, объемы хранимых данных у нас, ну вот, в принципе, выкачанных данных – это свыше десятка петабайт. То, что хранится на серверах, это тоже очень много, то есть то, что в рантайме используется. И замечу, оно должно быть очень быстро доступно, потому что у нас большие нагрузки. Это тысяча запросов в секунду и более. Немаловажной частью является пользовательский интерфейс. На самом деле, не так, чтобы мы здесь в курсе будем ему много уделять внимания, но аспект весьма важный, потому что очень многие, даже, можно сказать, классные поисковики, на самом деле не смогли бы стать таковыми, если бы пользовательский интерфейс в них продолжали бы делать программисты. Совсем нам кажется, что командная строка, но что может быть лучше? Ну и также поиску приходится иметь дело просто с огромным набором форматов данных, помимо просто HTML-страничек. Пользователям, конечно же, интересны и картинки, и музыка, и PDF, и презентации, и PPTX, все сразу. Там всего свои сложности. Связанные с поиском задачи – это, например, рекомендательные системы. Кстати, кто-то сможет сказать, а почему рекомендательные системы – это тоже система информационного поиска. Похожая, а именно… И то, и другое – задача нахождения релевантного контента. Да, именно. То есть и то, и другое – это про удовлетворение потребностей. К слову, машинный перевод – забавная тема, как вообще появилась проблема информационного поиска. Появилась она в годы сразу после войны и была основана, собственно, как на системах машинного перевода. У кого-нибудь есть идеи, к слову, почему где там после войны, в послевоенное время применялся машинный перевод? Расшифровка сообщений? Да, расшифровка, криптография. Уже давно, вернее, уже тогда поняли, что, в общем-то, закодированное, зашифрованное сообщение, по сути, можно рассматривать как сообщение, записанное просто на другом языке. И в дальнейшем использовать правила для его раскодирования. Поэтому информационный поиск в каком-то базовом виде, на самом деле, довольно давняя дисциплина. Также это извлечение мнений, это вещь, в которой особо преуспел Google. Распознавание и синтез речи связаны проблемой, потому что так всем становится быстрее сформировать свой запрос, особенно, пользуясь смартфоном и так далее. Также нам нужно использовать смысловой анализ текста. Во многом, та часть курса, о которой мы будем рассказывать, она больше про текстовый поиск, но, тем не менее, смысловой анализ текста тоже не такая уж космическая тема на сегодняшний день. И, что важно, она выглядит довольно перспективной. Далее будет пример, почему. Ну и, собственно, важный момент – это организация диалога с пользователем так, чтобы удержать ему, дать какие-то дополнительные подсказки, саджесты и так далее. Если мы посмотрим на веб-поиск, вот на примере введенного, например, запроса «Терминатор», когда нам выдается и фильмы, да, может, там какие-то трейлеры, там информация из Википедии, там из афишек и так далее. А с чем же, с какими же проблемами сталкивается веб-поиск? В первую очередь документов очень много, и они очень разные. У нас есть совершенно разные и, на первый взгляд, несравнимые результаты. У нас есть видео, у нас есть картинки, у нас есть тексты. Как сравнить вместе? Кроме текста, конечно же, используются ссылки, то есть ссылочная информация и поведенческая информация. Во многом то, кликают ли и пользуют ли на соответствующие фильмы и соответствующие картинки, определяют, будут ли они показываться. Очень важный момент – это оценка качества работы веб-поиска. Особенно, когда вы достигаете какого-то определенного качества в работе своей системы, вам совершенно необходимо далее иметь метрику, которую вы улучшаете. Потому что если вы не можете что-то измерить, вы это и не улучшите. Очень часто даже у нас в компании можно увидеть такие ситуации, когда люди думают, что безусловно можно ввести такую оптимизацию в поиске, от этого точно станет лучше, станет более релевантно и так далее. Однако потом на более точных оценках оказывается, что нет, это не так. Пользователи бы начали гораздо хуже кликать на это, и вообще такая выдача имени по душе. В общем, очень часто оценка тут является смещенной. Нам, программистам, конечно, кажется, что по слову strings, там string должны показываться, ну, C++ string, а кому-то вот стринги. Поисковиков на самом деле не так много. Если вы попытаетесь вспомнить вот мировые известные поисковики, вот кого вы знаете? Google, да, Bing, Yahoo, Яндекс. Вот такие, чтобы международные. В общем-то этих поисковиков, их не так много, там еще это японские, там чешские поисковики есть. Но вообще их очень мало. Забавная вещь в свое время даже утверждалась бывшим руководителем Рамблера Игорем Ашмановым. Очень забавный факт. Вдумайтесь, количество выпущенных мировых поисковых машин, вообще говоря, меньшее количество держав, запустивших ракету в космос. То есть, строго говоря, очень-таки сравнивые по сложности задачи. И в ходе нашего курса вы даже поймете, почему. Тем не менее, есть интересные, ну, скажем так, локальные поисковики. Расскажу просто про наиболее интересные подходы из них. Есть такой сервис, как ответы Mail.ru. Многие пользуются. К слову, ответы являются весьма таким лакомым куском для любого поисковика. В свое время на конференции Яндекс говорил, что ответы Mail.ru – это, пожалуй, самый ценный российский сайт. Потому что собранные там ответы на множество вопросов, они очень часто вот являются просто прямым ответом на то, что хотел пользователь, на ему информационную потребность. В Южной Корее есть такая компания Navier. У нее тоже есть этакий аналог ответов Mail.ru, ну, это южнокорейский. И в свое время этот поисковик стал поисковиком номером один в Южной Корее. Почему? Он просто запретил всем остальным поисковикам индексировать эти ответы. Отличное решение, делаем, что хотим, зато сами по нему ищем. По всей видимости, это там самое главное в Южной Корее. Из необычных поисковиков еще можно рассмотреть такой Google Скаляр. Пользуетесь, нет? Не пользовались. Интересный такой специализированный поисковик. Позволяет искать по научным работам, всяческим диссертациям и так далее. Здесь есть необычные фильтры. Точные фильтры по датам, патентам, авторам. В общем, если ведете какую-то научную деятельность, то этот поисковик незаменим. Необычный поиск. Вопрос? Да, да. А почему тогда мы в Айлорурусах хотим индексировать какие-то поисковики? Когда-нибудь мы на это пойдем. Ну, к слову, вспомните, у нас есть не только ответы, у нас сконцентрированы все соцсети. Да. Нет, это не официальный ответ Майлору. Нет такой позиции, это моя. Также из интересных поисковиков, что можно рассмотреть, такой поисковик Westlaw. Как вы знаете, в Америке, у них же прецедентное право. Что это значит? Это когда кого-то засудили, да, по обстоятельствам каким-то, то, значит, следующий похожий случай тоже должен быть рассмотрен так же. И работа большинства американских адвокатов, она сводится к тому, чтобы найти похожий прецедент. И довольно забавно, но в Америке вот очень популярный такой вот поисковик Westlaw, который специализируется именно на такого рода, собственно, прецедентах. То есть такой правовой поиск, в котором поиск осуществляется не в свободной форме запроса, а вполне конкретной. То есть в данном случае, например, сказано, что нужно искать вот такую вот фразу, и слова в этой фразе должны быть, я так понимаю, на расстоянии один друг от друга. У него очень много операторов, довольно богатый язык, но вот тем не менее, чтобы понимать, забавная вещь, даже в наше время, такие специализированные поисковики в определенных средах являются популярными. То есть это поисковик номер один среди американских адвокатов. А мультимедиа-поиск не единым веб-поиском живы. В мультимедиа тоже можем искать по картинкам. Есть такой, например, поисковик T9, который дает возможность вам найти похожую картинку. Этот сервис сейчас стал доступен, по-моему, у любого обычного поисковика, но вот специализируется, и вообще первым в этом был именно поисковик T9. Вы туда загружаете какую-нибудь картинку, фотографию, например, пришли вы в кафе и там хотите посмотреть, что это за необычный там куньцовый соус. Можно посмотреть, если он там не разлит. Аналогичный сервис от Google, Google, который позволяет вам искать картины. Этот сервис задумывался как прямая информационная потребность, вернее, прямое удовлетворение информационной потребности, когда вы приходите в музей, фотографируете какую-то картину и хотите найти о ней подробную информацию. Как правило, то, что есть в музее, это лишь короткий очерк. На самом деле он умеет не только поиск непосредственно картин, но вот задумка была такая и интересен этим. Контентные рекомендательные системы. Как вы уже правильно сказали, рекомендательные системы – это тот же инфопоиск, по сути. И сейчас вы можете на большинстве новостных сайтов заметить такую вещь, как рекомендации в продолжении основной статьи. И, по сути, они решают ту же задачу, они действительно удовлетворяют информационную потребность и точно так же основываются на каком-то содержании статьи. Например, читаете вы статью про… По всей видимости, тот, кто читал эту статью, вот очень интересовался улучшением состояния воздуха в квартире. По всей видимости, и статья про это, и про это же и рекомендации. Более того, есть такой поисковик «Пандора». Вернее, поисковик «Music Genome Project» – это поиск по музыке. В отличие от рекомендательных систем, то, что называется по принципу коллаборативной фильтрации, когда вы ищете просто похожие музыки. Ну вот, кто, например, пользуется Google Music или Яндекс.Радио? Есть такие. Этот поисковик, наоборот, ищет по контенту. То есть он пытается извлечь из композиции, которую вы прослушали, какие-то характерные вещи. Ну, может, там, ритм, наличие каких-то определенных ударных, там, и так далее, и ищет вам похожее по сочетанию. Прикольная вещь, прикольный подход. Дальше совсем необычные поисковые системы. Вольфрам Альфа. Сразу видно, люди улыбаются. Видимо, выше ботан сдавали. На самом деле, интересная вещь в этой поисковой системе заключается в том, что ответ здесь по факту всего лишь один. И это, как сейчас кажется, в том, в чем я уверен, это и есть будущее нашего поиска. Будущее вообще любого глобального поиска. Ведь зачастую то, что нужно человеку, это не множество из десяти или скольких-то результатов, среди которых он должен прокликивать, выбирать нужный. А очень часто ответ на информационную потребность, он единственный. Он точный и единственный. Как, например, вот, собственно, посчитать интегралтем косинуса. Подобные же системы можно так. Момент. В подобные же системы можно отнести такую занимательную систему, как IBM Watson. Система была изначально задумана, как эдакий вариант электронного доктора Хауса. То есть вы туда вводите всевозможные какие-то симптомы, она вам выдает, например, вы ввели туда, что у вас там болит голова, температура 38, она вам говорит, выпейте Coldrex. Ну, это так, очень грубо. Конечно же, система способна на куда большее. Работает она именно так, чтобы в нее загрузили огромное количество там энциклопедических знаний по медицине. И в таком виде она, к слову, применяется даже в каком-то американском медицинском центре, где ее используют для лечения и диагностирования сложных случаев. По слухам, вернее, по публичной статистике, 80% случаев, она выдает абсолютно верный результат. И эти случаи как раз являются наиболее сложными для диагностирования. Другой же ее пример, это пример уже использования вне медицины. Собственно, это тот случай, когда в нее загрузили не только медицинские какие-то энциклопедии, а общую. И вот здесь на картинке, собственно, ее триумфальная победа в игре. Это такой аналог своей игры в Америке, где она выигрывает у местных воссерманов с большим отрывом. То есть система там отвечает на вопросы и достигает, собственно, миллиона долларов, тогда как у ближайшего оппонента 300 тысяч. Вопросы сформулированы в относительно такой человеческом виде. То есть, да, кто такой Брэм Стокер? И за лаконичный и четко данный ответ точный, собственно, плюсуется. И это, повторюсь, то вообще, как, наверное, должен выглядеть любой современный поисковик. Скорее всего, то, что нас ждет на рубеже десятилетия. Они типа дают ответы и сравнивают. То есть как там работает? Как она работает? Как проходит соревнование? Как проходит соревнование? Ну, да, задается вопрос, кто быстрее ответил и ответил правильно. Нет, это не легко для машины. Если бы вас спрашивали запросы в духе Брэм Стокер, это да. А, ну, например, ведь можно же задать вопрос, типа, герой самого любимого романа Брэма Стокера. Ну, помимо Драку. Кто там был герой? Я не помню их имена. И это тоже тот случай, на который эта система дает четкий и лаконичный ответ. То есть это то, где вам требуется необычный длинный результат, да, который вам дает веб-поиск, что вот, типа, нашелся такой документ и все. А ее ответом является одна фраза, или в данном случае одно имя. Архитектура веб-поиска. Вот шутят, что МГУ устроен примерно так. То есть это то, что видят обычные люди, а это то, что на самом деле. То есть под землей гораздо больше, как у айсберга. Я говорю, как у айсберга под водой. Так вот, про информационный поиск на самом деле можно сказать точно так же. Большая и самая интересная его часть пользователям не видна. До того, как я, например, устроился в поиск Mail.ru, я думал, что поиск это очень такая простая вещь. Казалось бы, чего там такого, ищи, выдавай результаты и все. Но буквально с каждым ответвлением поиска вы понимаете, что работать влог и по-простому нельзя. Так вот, а нужен перерыв или нет? У нас осталось, наверное, минут 25. Соответственно, решайте. Нужен, не нужен, не нужен. Давайте. С чего же начинается поиск? Поиск начинается с пользователя. С пользователя, который вы должны сделать счастливым. В конце концов, именно он будет оценивать ваши результаты, и именно для пользователя это и делается. Каждый запрос, подаваемый пользователем, проходит у нас через фронтенд. Ну, фронтенд это, все вы знаете, такая штука, которая, задача которой, собственно, сформировать итоговую HTML-страницу, все это красиво оформить и так далее. Но в нашем курсе он рассматриваться не будет, потому что, в общем-то, у каждой, наверное, современной системы есть фронтенд. Гораздо интереснее, что идет дальше. Дальше идет у нас такой компонент, который называется мета-поиск. Это известное, обобщенное, вернее, название компонента, задача которого, во-первых, подготовить запрос, то есть, как в нашем случае, проверить его на отпечатке, ой, на отпечатке, вернее, и составить дерево этого запроса. Вот. А также, собственно, смешивать непохожие результаты. Что такое непохожие? Несравнивые, вернее. Что такое вот в веб-поиске несравнивые результаты, которые нельзя однозначно сравнить? Ну, это, например, обычный веб и картинки. Насколько релевантны? Вот картинки между картинками, наверное, можно. Результаты обычного веба между собой тоже можно, но как сравнить картинку и обычный результат или видео, непонятно. Вот. Ну, непонятно на первый взгляд, потому что дальше будет рассказано, как в курсе. В общем, мета-поиск. Его цель – это смешать несравниваемые результаты, но, тем не менее, за этим поиском у нас стоит огромный кластер. Кластер, как правило, там из сотен тысяч машин. И результаты с этих машин тоже надо как-то собрать и сделать это быстро. Для этого есть менеджер веб-поиска, больше такая техническая часть. Для того, чтобы то же самое проделать с новостной составляющей поиска, у нас есть менеджер быстрого поиска. Он ищет среди каких-то новых страниц, там, среди новостей, среди, возможно, новых сайтов, публикаций про события и так далее. Ну и, как я сказал, мета-поиск у нас входит на совершенно разные поисковики. За всеми ними примерно одно и то же. Это менеджер веб-поиска и далее кластеры из бэкэндов. Таким образом, это и менеджер веб-поиска, и менеджер быстрого поиска, поиск по картинкам, видео и так далее. К слову, а почему, как вы думаете, у нас порознь стоят менеджер веб-поиска и менеджер быстрого веб-поиска? А почему не искать все в одном? Вот их можно сравнить как раз, и там, и там веб-результаты. Пока ищет менеджер веб-поиска, быстрый уже там что-нибудь выдал. Нет, как правило, вы выйдете, результат уже сформированный. Вам же не догружаются новые результаты. А есть же еще по чему-то новому, по новостям, а другой просто. Да, но почему это вместе не смешать? Ну, потому что новое может быть мало, а мы должны быть более левантны в данный момент. То есть, освещенность. Смотрите, когда мы говорим про высокие нагрузки, первое, о чем вы должны думать и вспоминать, это кэш. Кэширование, оно вообще очень важная тема, потому что запросы не являются во множестве в своем уникальными. Так, например, запросов ВКонтакте у вас в день приходит, ну, просто огромное количество, и каждый раз обрабатывать все эти миллионы запросов нет смысла, результат всегда один. Проще его сложить в кэш и забирать оттуда. Для быстрого же поиска можно обойтись и без кэша. Все равно он будет протухать каждые пять минут. То есть, и за всем этим стоит, конечно же, большой вычислительный кластер. К слову, вся эта конструкция должна проворачивать весь этот запрос где-то за 50-100 миллисекунд. То есть, условно говоря, ваш пинг из техносферы до какого-нибудь Яндекса или до нас, до GoMail.ru, он даже порой больше, чем время обработки этого запроса на стороне кластера. Кроме того, фронтенд должен, возвращаясь к фронтенду, не смотря на то, что штука вроде бы простая и тривиальная, он должен еще и логировать запросы, и самое главное, он должен складывать логи и показов, и кликов в результаты с тем, чтобы в дальнейшем мы, основываясь на них, могли бы править ранжирование. Еще одна важная, кстати, особенность фронтенда, это защита сайта от ДОСа, от ДДОСа. То есть, показ капчи в случае, когда подозрительная активность идет. Теперь я вкратце расскажу о том, как же технически получается наш индекс и как технически происходит поиск. Собственно, первым делом, для того, чтобы получить документы, где-то на продакшене, где-то в поисковой системе, нам их нужно заиндексировать. Для этого у нас строится обратный индекс, туда складываются координаты слов, строится прямой индекс и прочее. Но это можно не запоминать, не записывать, это есть в слайдах выложенных. В общем-то, про это будут отдельные лекции, где будут детально рассказываться. Собственно, чтобы выкачать все это множество документов, нам необходим фетчер. Слово про выкачку. Вот как вы думаете, сколько вообще в интернете уникальных документов? Ну вот, навскидку, какое число, может быть, как бы вы охарактеризовали? Я показывал, что у нас больше, 8 миллиардов. Да, и таким образом сколько? Бесконечность. Бесконечность, все верно. URL у нас генерится как угодно. Есть простые примеры в духе бесконечных календарей, еще знаменитая байка о том, как однажды поисковик Яндекса, фетчер Яндекса играл очень долго с собой в крестики-нолики. Ну, то есть на какой-то веб-странице просто было огромное поле крестиков-ноликов, там, большие, вот где каждая клетка была кликабельной. Она имела свой URL, и кликая туда, вы получали либо крестик, либо нолик, и вот могли вполне себе играть. Но вот, не знаю, насколько это байка или нет, но она отлично, по-моему, демонстрирует то, что интернет бесконечный. Поэтому качать абсолютно все нельзя. Кроме того, нужно соблюдать некие политики выкачки. Так, например, любой фетчер, в том числе наш, способен без труда уложить абсолютно любой сайт, я думаю, там, в том числе и Гугла, потому что там объемы выкачки могут достигать, ну, скажем так, нескольких миллиардов в сутки обращений. Это очень много, чтобы понимать. Вот. Для того, чтобы прицельно как-то загружать лишь то, что нам интересно, лишь то, что будет полезно пользователям, необходим вот такой вот шедулер. Это такая математическая часть, о ней будет подробно рассказано в третьей лекции. Вот. Очень важный момент здесь – анализ поведения. Что такое вообще для фетчера, как вы думаете, анализ поведения? Вот здесь вот множество полпа пользователей стоит. Статистику собрать, что пользователям нравится сейчас. Да, а вот каким образом собирается? Счетчики сайтов. Вы, наверное, обратили внимание, практически у каждого сайта есть счетчики посещений. Вот эти счетчики посещений, если когда-то раньше, в лохматые годы, они нужны были владельцу сайта, который там смотрел, о, пришел там новый человек или нет. На самом деле они играют двойную роль. То есть с одной стороны они нужны непосредственно владельцу, который там смотрит на графики посещаемости. С другой стороны они нужны еще и поисковику. Он видит, насколько интересна аудитория эта страница. Как минимум потому, что, вот смотрите, есть Википедия, да, отличный сайт, все вы пользуетесь по много раз на день, но никто не мешает создать полную копию Википедии. Ее контент вообще можно скачать, движок бесплатный. Казалось бы, почему на Википедию, которую скопирую себе, например, я, не должен выдавать поисковик ссылок? Ровно из-за анализа поведения. На мою Википедию все-таки не будет так много народа ходить. Вот, хотя повторюсь, с точки зрения контента и вообще вот формального подхода она неотличима. Я ее полностью скопировал. Нам нужен, также все эти скачанные данные нам нужно где-то хранить. Вот, как правило, для хранения вот всех этих петабайт у нас используется HDFS, это файловая система Hadoop. Вот, в дальнейшем все это, как я уже сказал, преобразуется вот в такие вот структурки данных через индексацию. Собственно, по поводу отдельных лекций и о том, как вся эта картина ложится на программу вашего курса. Про индексацию у нас будут следующие лекции. Обкачка интернета и то, как не устроить DOS-атаку. DOS-атаку, как вы понимаете, с выкачкой в миллиарды в день устроить легко. Что же именно качать? Это важно не только, чтобы не играть в крестики-нолики, как такой показательный пример, но и то, чтобы, вообще говоря, лимитировать выкачку с отдельных сайтов, потому что они могут быть, в принципе, большими, может быть, даже и не динамически сгенерированными, но при этом бесполезными с точки зрения пользователей. В интернете очень много дубликатов. Это и зеркала сайтов, и просто какой-то плагиат. От них нужно избавляться, нужно выбирать главный из них. В общем, проблем довольно много. Этому будет посвящено целых две лекции. Все, что мы скачаем, все, что мы отправим на индексацию, нам нужно эффективно хранить и искать по этому. Нам нужно компактное хранение данных и архиваторы в духе ZIP или TARGZ вам не подойдут. Про это, опять же, будет целых две лекции и большая домашка. Анализ графа. Анализ графа ссылок. Опять же, необходимая вещь. Делать это локально на одном сайте, как правило, легко. Делать же глобальный анализ ссылок куда сложнее, там свои методы аппроксимации и так далее. Про это будет рассказано во второй части. Анализ поведения пользователей. Ну, про это я уже много раз сказал. Вещь важная. Еще важнее, как это, собственно, сохранить, как сделать так, чтобы эти данные были актуальными и так далее. Про это будет отдельная лекция, баллы второй части. Из какой-то очистки индекса на предмет антиспама и антипорно будет целых две лекции. Ну, картинка это так. Домашнее задание, которое будет в этой части, по этим темам вернее, это задача на приоритизацию спайдера, когда вам будет необходимо сфокусировать ваш спайдер только на тех страницах, которые потенциально интересны пользователю. Построение обратного индекса и булев поиск, часть по индексации, поиск дубликатов среди огромного множества документов, ну, сравнительно огромного, что-то в духе сотен миллионов. Антиспам, то есть это всяческие автоматически изгенерированные сайты, страницы, суть которых там вывести вас на рекламу и так далее. Вот. Правильный разбор, опираясь на лингвистику и детектор концов предложений, поэтому тоже будет отдельная домашка. Собственно, еще раз можно сказать о том, как же идет наш поисковый запрос. То есть до этого я рассказал о какой-то предварительной подготовке. Сейчас рассмотрим вторую часть, а именно о том, как же проходит сам запрос, как он обрабатывается в деталях и то, опять же, на какие это лекции ложится. Собственно, менеджер поиска первым делом должен произвести то, что называется булев поиск. Ну, определение булев поиск знакомо всем. Это строгое совпадение по словам с операторами булевыми и или отрицанием и так далее. Булевого поиска, как правило, недостаточно. Он выдает слишком много документов и самое главное, он может выдать вам документы, в которых находятся эти слова, но находятся, например, на огромном расстоянии друг от друга. Как правило, это не то, что вам нужно. Поэтому дальше идет то, что называется обычно воронкой ранжирования, а именно усечение как-то грязно отобранных документов, например, методом булевого поиска, до прям идеального варианта, который пойдет вам на выдачу. Так вот, идет черновое ранжирование, цель которого уж отмести самые странные и нереглантные документы. Далее ранжирование текстовое, которое опирается на уже координаты, соответствующих слов, на их взаиморасположение и дерево запроса. Далее идет генератор признаков. Так как вы знакомы с ML, должно быть ясно, что с точки зрения машинного обучения у вас каждый документ, для того, чтобы отранжироваться, должен представлять из себя вектор некоторых признаков. Поэтому эти признаки, их нужно получить. Как правило, это либо всяческие числовые зоны, числовые признаки, либо это какая-то база поведения пользователей, также отображенная в числах. Все это далее проходит через машинное обучение, которое уже отсеивает еще больше документов и расставляет документы на свои места. И, наконец, какие-то эвристики. Как правило, эвристики существуют для того, чтобы как-то, скажем так, по-простому закодировать правила в духе. Все, что мы имеем, это идентификаторы документа и их вес, некий числовой ранг. Но вы, когда видите результаты, вы, естественно, хотите видеть полное представление документа, поэтому дальше мы делаем то, что называется сниппетом. С термином сниппет поисковый все знакомы? Это та часть, которую вы видите непосредственно под тайтлом документа в поисковой выдаче. Так, где вот подсвечены слова и так далее. Вот. Весьма важная тема, между прочим, потому что сгенерировать качественный сниппет обычно означает буквально привлечь пользователя на эту страницу. Ну, правда, иногда можно в сниппете фактически давать ответ, как, например, хороший пример, это поиск какого-нибудь телефона с вопросом, какой же это оператор. Ну, года два назад это было актуально, не знаем, сколько это актуально сейчас. Но Google в этом случае отличный сниппет выдает, он сразу где-нибудь там в серединке выдает, что, о, вот этот номер, это там МТС. Вот. То есть вам даже нет необходимости переходить на саму страницу. Ответ уже есть. Так вот, как же этот поиск ложится на лекции? Собственно, подготовка запроса — это исправление опечаток, это саджест, и об этом будет лекция 13 и 14. Интересная вещь в подготовке запроса — это не только саджесты и спаллчекер, но также и элементарное разбиение предложений. Вот это, например, несколько предложений на китайском. Понять, сколько здесь предложений, ну, я что-то сходу не соображу. Вот. Как они это разделяют? Здесь ни пробелов, ничего нет. Говорят, что там все настолько контекстнозависимо, вот, что людям не позавидуешь. Вот. То есть у современного поисковика в том числе есть необходимость вот такие вот вещи разбирать. Также это булиф-поиск, построение обратного индекса. То есть оглавление в книгах, я думаю, видели все, да? В конце книги у вас, как правило, есть отсылки по ключевым словам. Если очень грубо, то обратный индекс — это ровно оно. Вам необходимо по словам найти, на каких страницах оно есть. То же самое. Далее мы это нашли, нам нужно это отранжировать. Черновое и текстовое ранжирование в векторном пространстве. Об этом будет опять же две лекции во второй части. Машинное обучение отлично применяется в ранжировании. Факторов много, как их подбирать, как минимизировать, собственно, множество для обучения. Об этом также будет рассказано аж на двух лекциях во второй части. Сниппеты. Построение сниппетов. Я думаю, своим мотивирующим примером я уже объяснил, насколько это важно. Но об этом будет опять же целых две лекции. Потому что со стороны сниппетов есть огромное разнообразие приемов, как к этому подходить. И огромное разнообразие со стороны сайтов. На самом деле, в том числе, как пойти навстречу поисковикам. Так что хватит на две лекции. Оценка качества поиска. То есть после определенного периода улучшений вам уже на глаз совершенно неприемлемо улучшать. Будет целых две лекции во второй части про эту тему. Так. Из домашних заданий. То есть непосредственно по поисковой части будет диктатор разрывов предложений. Исправление опечаток. Какая-то тема про вычислительную лингвистику. Тексты. Ранжируем, в общем, все, чтобы скомпоновать ваш собственный большой поисковик. Что еще, в общем-то, будем рассматривать в курсе поиска. Поисковые подсказки, то есть те самые саджесты. Это часть, которая обычно оторвана от поиска, но тем не менее она на сегодня является самым главным источником запросов. Редко кто вводит запрос целиком, мы чаще находим похожий запрос саджестов. Тема совершенно внешняя, но крайне полезна. А лингвистика. Вот сейчас лингвистика, вычислительная лингвистика вообще такой ренессанс переживает. Так что рассказать интересных тем будет очень много здесь. Также будут различные вертикали, то есть все те картинки, поиск по похожим картинкам, как ранжировать видео, сериалы и прочее вам расскажут. Ну и также извлечение факторов, рекомендательная система. Если правильно помню, вы будете строить рекомендацию для подбора похожей одежды. Вот так вот неожиданно рекомендательная система. Ну и также части, которые не войдут в наш курс лекций, но тем не менее являются тоже интересными. И непосредственно отношение к инфопоиску имеют дизайн и маркетинг. Про них я буду упоминать, наверное, на каких-то отдельных лекциях. Особенно про маркетинг, может про Амиго, снова затронем. Связано это очень просто. Без браузеров было бы очень плохо с долей у поисковиков. К слову, компания Яндекс ровно поэтому так много денег и ресурсов вкладывает в разработку Яндекс.Браузера. Он является вторым сейчас в Рунете. То есть на первом месте Google Chrome, на второй Яндекс.Браузер. Без Яндекс.Браузера у Яндекса было бы очень и очень плохо сейчас с долей. Потому что браузер это главный сейчас такой инструмент распространения своего поиска. Начал это Google, вот подхватили все. На этом все. Спасибо за внимание. Вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...